Человек забывает название городов и обещает показывать фильмы для взрослых на центральной площади города. И это похоже на пытки. Но это не помогает. Остановите его. В общем, нехорошо, когда дилетанты у власти. Привет, это я, Андрей Богданович. Это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет, комментирую то, что мне понравилось, то, что мне не понравилось. И это мое личное мнение. На этой неделе беспредел в Александрии Цепюк портит народную собственность, пиарится за счет александрийцев и приписывает результаты ЗНО детей Горсовету. Кировоградский народный депутат от слуги народа Мурди, которого вы вряд ли знаете в лицо, отчитался о своей деятельности за год. В Кропивницкой тюрьме нечеловеческие условия. И знаменка просит чистого воздуха, а долинское – чистой воды. Степан Цепюк, пока еще мэр Александрии, продолжает пробивать дно. Мы бы и не знали об этом, но владелец офигенно дорогого рейндж-ровера почти за 3 миллиона гривен и пока еще мэр Александрии продолжает феерить в сети. Он записывает видосики и выставляет их на сайте Горсовета. На этой неделе он решил рассказать об успехах александрийских учеников на ЗНО. Ну и заодно приписал их результаты и отличную работу александрийских учителей Горсовету. Наш ученик по ЗНО получил по математике 200 баллов, а по физике 199. И фамилия этого ученика у нас Монскаленко Владислав. Я хочу сказать, что эти результаты, которые подтверждают наши дети, это плодотворная работа депутатского корпуса, моей команды Минскоголовы. Нет, ну а чё? Впрочем, цепяка понесло. Следующий этап – это откровенный вандализм. Дело в том, что на лавочках в Александрии появились какие-то непонятные таблички, доверяясь правам, прикрученные к этим лавочкам. И вот на ресурсе «Александрия фотографиях» александрийцы возмущаются цепяком. Мол, стояла себе лавка годами, и тут, значит, хлоп, появилось напоминание, кому должны холопы какому барина, а то сказать, благодарить. Глянь, чё делается. То есть на табличке так и написано – предвыборный лозунг цепяка плюс миски голова Степан Цепюк. «Нафига было портить лавку?» – спрашивается. И вообще, у ЦПК какие-то странные видеообращения. Такое впечатление, что он записывает и отправляет сообщения в прошлое. Что касается нашей области, то за сутки заболел один человек из города Кировограда. Какого Кировограда? С какой стати чиновник, который получает зарплату с нашего с вами кармана, не может выучить название областного центра? Или эта ностальгия по коммунистическому прошлому ему мешает? Степан Цепюк, я так вижу, втихаря ностальгирует. По репрессиям, по расстрелам, по дефициту, ну и, конечно же, по мороженому за 10 копеек. Странно, что он Украину ещё не называет у СССР. Хотя, может быть, эта тенденция может давать города назвать прошлыми названиями, тогда Степан Цепюк пока ещё мэр, если не ошибаюсь, Усовки. Вообще, у пока ещё мэра много прикольных оговорок. Ну, или не оговорок. Так вот, например, об кинотеатре «Под открытым небом». Друзья, мы Александрийцы, я хочу вам сказать и приглашаю вас, завтра в пятницу и в субботу в 19.00 на центральной площади будет работать летний кинотеатр. Мы для пробы заключили договор с одной организацией, которая предоставляет большой экран, который можно и днём смотреть, а уже в 19.00 уже немножко «Сумерки» есть. Будет там для детей мультфильм сначала, а потом будут, естественно, фильмы для взрослых. Что? Фильмы для взрослых? Что это за эротические фантазии пока ещё мэра? Остановите его! Человек забывает название городов и обещает показывать фильмы для взрослых на центральной площади города. Что дальше? Стриптизы в детсадах? Дискотека на кладбище? На этом беспредел не заканчивается, Цепюк продолжает феерить у себя в видосиках. Думаете, вот так просто кинотеатр «Под открытым небом»? Ага. Что от этого лично пока ещё мэру Александрии? Надо он ему 200 лет без своей агитации, думаю. И я не ошибся. Если вы думаете, что кинотеатр «Под открытым небом» — это такой, знаете, благотворительный ход, забота о жителях Александрии, то вы глубоко ошибаетесь. Во время мультфильмов и фильмов цепюковцы раздавали ручки и пакетики с предвыборкой от пока ещё мэра Александрии. Об этом в фейсбуке написали сами александрийцы. Мало того, ручку собственной фамилии и лозунгом, то есть практической агитацией, Цепюк демонстрирует и во время своих видосиков на сайте Александрийского горсовета. Так вот, это называется предвыборная хитрожопость. Скрытый подкуп и политическая реклама. То есть, типа, бесплатный показ с рекламой ЦПК или использование админресурса — это такое жлобство будущего кандидата. То есть, пока ещё мэр не хочет тратить свои личные средства, а берёт и тратит александрийские средства граждан. А чё, так можно было, что ли? Причём не спрашивая жителей города и тратят себе на агитацию. Или не деньги используют, а человеческий ресурс. В общем, ничего нового и прогрессивного от пока ещё мэра Александрии. Человек крепко застрял в своём коммунистическом прошлом и своих нереализованных фантазиях. Вообще, беда бы с Александрией была, если бы не её простые жители. Вот как Владислав Москаленко, чьи успехи себе решил приписать пока ещё мэр Александрии. Владислав как раз красавец и молодец. Он выпускник Лицея информационных технологий и он сдал ЗНО по математике на 200 баллов, а физику на 199. Есть в Кировоградской области народный депутат от слуги народа Мордий. Он из Новоукраинки. Вы его не знаете. Это один из так называемых котов-мешки или табуреток. Эту метафору использовали на прошлых выборах. Мол, даже табуретку выставят от слуги народа, она победит. Мордий победил. Никогда так не веселился. Так вот, этот Мордий решил отчитаться за год своей деятельностью. Он, конечно, не пока ещё мэр Александрии, поэтому даже на видео не решился. Видимо, там совсем плохо с коммуникацией. Поэтому решил, так сказать, отбиться картинкой. Просто перечислил, что же он там за год сделал. Значит, 14 законопроектов, 170 запросов, 10 миллионов гривен, типа, заполучив. Но потом в отчёте я встретил странную цифру. За год проведено 8 встреч с избирателями. 8. Это точно та цифра, которой гордится Мордий. За год 8 встреч. Это же даже не один раз в месяц. То есть, чувак вообще не парится? Или, подождите, это обычная практика для народного депутата «Слуги народа» так редко встречаться с избирателями. Так этого мало. Это, может быть, Зеленский себе может позволить там 8 раз встретиться за год с избирателями, потому что его все знают благодаря сериалу. А Мордий нет, его никто не знает. И не 8, а 18 раз нужно встречаться с избирателями, как по мне. Так что странно как-то отчитался он. И ещё приписка в конце отчёта «Сбережино, Новоукраинский район». Мордий точно нардеп, а не депутат Новоукраинского райсовета. Сейчас жители бывшего Маловисковского района, значит, прищурили глаза, потому что, значит, он гордится, что сходил Новоукраинский район, а, значит, Маловисковский исчезнет, да? Не, ну понятно, Мордий сам из Новоукраинки теперь это очень много объясняет. В общем, нехорошо, когда дилетанты у власти. В прошлом году в Кропининском СИЗО случился бунт. И, как оказалось, он не был без причины. На этой неделе офис омбудсмена по правам человека опубликовал заявление, в котором указывает на нечеловеческие условия содержания в СИЗО Кропивницкого. В чём же это выражается? Что я прочитал в отчёте омбудсмена? Заключённое содержится в каменных мешках. Там нет окон. Соответственно, нет солнечного света и свежего воздуха. Там нет санузла. Там нет бачка с питьевой водой. То есть ни ходить в туалеты, ни попить воды люди там нормально не могут. Находятся люди в таких условиях более двух часов. В камере влажные стены и грибок. Не хватает врачей. Никто не контролирует нормальную ситуацию с коронавирусом. В общем, честно говоря, это не СИЗО. Это задница. И это похоже на пытки. А так не должно быть. Я бы в таком случае обратился к главе Кировоградской облгосадминистрации. Но такого в нашей области нет. Я так понимаю, Зеленский просто забил на Кировоградскую область. Или просто не знаю, что такая есть. Думаю, что это Криворожская. В Знаменке воняет. Суть там в чем. Возле города есть свиноферма. И весь гной оттуда вывозят на поля. Ветер, соответственно, несет все на Знаменку. Горожане, понятное дело, в шоке. Фермер разводит руками. Говорит, что, мол, мы гной начали вывозить в сторону Александрии теперь. Но это не помогает. Барни, 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 барни. Два дни не было смороду. И Василь Кузьмович выконал свою обещанку. На третий день, мабуть, уже не выстачило его. Не знаю, чего не выстачило. Но смород пішел с великой силой. И был почти тиждень. Ситуация, видимо, в развитии, потому что не решена. И знаменчане обратились к Зеленскому, чтобы как-то он повлиял на фермера. Не удивлюсь, если Зеленский и это возьмет, как он любит. Пиццвий особистый контроль. А в Долинской просят воды. Там в прошлом году начали строить Долинский групповой водопровод. И он должен был обеспечить водой 8 тысяч человек. 70% этого водопровода уже построили и бросили. Тут бросили строить и перенаправили деньги на строительство детского сада в Черняховке. Видимо, власти хотели быстрее отчитаться за великобудивництво, например, детсадо. Но получается, что великобудивництво происходит за счет великих недостроев. Обещал Долинской помочь Болонь, но погорел на взятке. В результате Долинская осталась без денег, без водопровода, без воды и без обещаний Болоня. На этом все. Лайкте, комментируйте и помните, все изменяется на краще, кроме старых предвыборных манипуляций власти в Александрии. Пока.